Деньги за мусор, собственники жилья вправе решать, как платить – с человеком или квадратных метров. Другое дело, как это отразится на их кошельках. Сегодня среди кузнечан сложилось определенное мнение, что методика начисления занимаемой площади для них более выгодна. Это ошибочно, заявляет директор предприятия «Экосервис» Александр Безруков. Они уже делали альтернативные начисления для одного ТСЖ, и жители от нововведения отказались. По предварительному расчету, если переходить на квадратные метры, у 50% граждан, проживающих в данном доме, где делался расчет, тариф увеличился бы в 2-3 раза у 50% граждан. У 25% граждан остался бы тариф без изменений, и лишь у 25% тариф изменился незначительно в сторону уменьшения. Стоимость услуги получилась порядка 2 рублей за квадратный метр. Почему же тогда жители Пензы платят за вывоз мусора рубль 34? Дело в том, что в этот тариф не заложены расходы на вывоз крупногабаритных отходов. Этот вид услуги вписан в строку за техническое содержание дома и осуществляют его управляющие компании. Несмотря на недовольство кузнечан, все расчеты «Экосервиса» обоснованы. Таков вердикт Федеральной антимонопольной службы, которая рассматривала два дела по жалобе группы кузнечан. Комиссия рассматривала как порядок начисления, так законность обоснования тарифа предъявления населения, то есть завышен либо не завышен. И соответственно рассматривался вопрос о законности подтвержденных норм накопления. В этих заседаниях комиссии поставлена точка уже на эти вопросы, основные, которые волновали граждан у нас в городе Кузнецк. Что все правомерно, действие «Экосервис» правомерно. На мусоре «Экосервис» зарабатывает более 4 миллионов рублей в месяц. В то же время и затраты у предприятия солидные – 3 миллиона 400 тысяч рублей. Основные статьи расходов – заработные платы, налоги, ГСМ, аренда земельных участков, в том числе и полигона ТБО. Оставшуюся прибыль предприятие тратит на обновление спецтехники. В этом году приобретено два КАМАЗа для вывоза мусора с частного сектора. В ближайшей перспективе – появление нового мусоровоза. Александр Безруков также дал разъяснение и по поводу полутора миллионов рублей, выделенных из бюджета города на рекультивацию полигона ТБО. У граждан заложилось мнение, что эти деньги выделяются ОО «Экосервис». Нет, это совершенно не так. Деньги выделяются на рекультивацию полигона ТБО, будет проведен конкурс. Какая организация этот конкурс выиграет, соответственно, и будет проводить эти работы. Предприятие отвечает лишь за техническое содержание полигона. Кстати, в 2012 году по итогам масштабной проверки всех полигонов области Кузнецкий был признан лучшим по эксплуатации. Людмила Варфоломеева, Вадим Воронцов. Специально для программы «Этот день».